Всем привет! Сегодня мы будем обсуждать одну говно-сборочку, но для начала немножко исторической справки. Microsoft Windows XP в 2001 году вышла в свет. Рекламировал ее Стив Балмер как и Windows 1.0, то есть 1.0.1, так и Windows XP. И спустя много лет, данная операционная система вытеснила Windows 98 с персональных компьютеров. Да-да, несмотря на выход Windows Millennium, Windows 2000, Windows 98 являлся доминирующей операционной системой. Именно при Windows XP данную операционную систему вытеснили. И благодаря своим невысоким системным требованиям, данная операционная система быстро завоевала как офисные компьютеры, так и домашние десктопы. До Windows 7 самая популярная операционная система в мире. Представьте, в 2001 году вышла, в 2014 по сути у нее закончилась поддержка. И тем не менее она и сейчас живет, занимает какую-то неплохую нишу. Но Windows 7 выбила XP из сердец двух ядерных бюджетных ПК. Но дело ее живо, к сожалению, не в лучшем виде. Сейчас мы рассмотрим именно в каком виде все это дело живет. А речь пойдет о говносборке, которая появилась аж в 2017 году. Появилась она в Пакистане, и несмотря на то, что это Пакистан, я не хочу тут разводить какие-то расистские штуковины на тему цвета кожи, их них женщин или еще чего-то. Либо я вообще не расист, и людей не делю на цвет кожи. И другие параметры, для меня все люди одинаковые. Ну что, начнем? Итак, нас встречает тема оформления, нежно-голубая тема, с рвотно-ярким гламуром. Называется все это Windows 10, точнее Windows XP, Windows 10, господи, название вообще, у меня есть скриншот. Windows XP 10 Edition, тем Пакистан. Вот так вот выглядит у нас инсталлятор всего этого дела. Что мы видим? Я уже в начале, конечно, сказал насчет своих душевных вообще восприятий данного увиденного. Ну, если так, то снизу какой-то странный брусок, напоминающий интерфейс, скорее, не Windows 10, а Windows 8. Здесь все очень плохо видно, все очень слишком ярко. И, в принципе, здесь, кроме вот этих значков, которые как-то относительно напоминают Windows 10, больше ничего, в принципе, на это не похоже. На Windows 10 совершенно не похоже. Нажимаем на пуск. И мы видим очень такой вот страшненький пуск. Если был бы стандартный XP-шный пуск, мне кажется, это все выглядело гораздо бы более приятнее, гораздо более юзабельно. Но пока это все выглядит непонятно как. Мешанина из значков. Значки есть у нас от XP, от Windows 7 и от Windows, в принципе, 10. Что-то там есть, чуть-чуть совершенно. Так, здесь у нас в трое огромное количество каких-то программ непонятных, которые, в принципе, у нас в Орнайте не используют. Юмор заключается в том, что данный продукт попался мне в руки, мне человек скинул ссылку, и я скачивал его с русскоязычного ресурса. То есть, представляете, какой-то дебил взял пакинстанскую говносборку, нашел даже муи, то есть русификацию для данного продукта. Я специально не русифицировал, как бы смысл, я покажу все как есть. То есть, он это все скинул на торрент, приложил к этому русификатор и решил, что кто-то из русскоязычных пользователей, скорее всего, это установит. Конечно же, упор сделан на то, что написано Windows 10 Edition. То есть, человек подумает, что я на свой старый одноядерный синтрон через гигионом-оперативки установлю сейчас в Windows, и она будет выглядеть как Windows 10. Естественно, все это дело он инсталирует, и потом он начинает понимать, что его дико поимели, никакого отношения к Windows 10 данный продукт не имеет. Это просто XP, при том дико изнасиловано. Заходим в Control Panel, и мы сразу видим, что здесь даже часть значков, которые совершенно-совершенно не похожи на Windows 10. Появился какой-то странный, гламурный, неформальский, некрофильский эффект, когда значки вот так разлетаются в разные стороны. Это для того, чтобы вы почувствовали, что у вас галлюцинация, вы сходите с ума, у вас все начинает чесаться. Вам хочется почесать нос, внутри носа, почесать свой лоб, почесать себе спину и подбородок. Зачем это было сделано? Эффекты, конечно, странные. Значки просто куда-то улетают, непонятно куда. Вот здесь мы видим название Windows XP 10 Edition. Мы видим, что версия 2017 года. Старый добрый сервис пак 3 XP. Слава богу, не сервис пак 4, как в некоторых говносборках любят все это дело описывать. Жрет все это много, в принципе, как и XP. Выделил 512 RAM. И если мы посмотрим, то, в принципе, даже меньше, чем обычный XP кушает. 197 метров. Ну и ОЗУ примерно от 0 до 13. Вот так. Здесь у нас кнопочка а-ля Windows 8. В принципе, здесь система обычная от восьмерки. Посмотрим на все темы оформления, которые, в принципе, здесь мы можем увидеть. Windows XP. Стандартная тема. Должна быть луна. Слава богу, я и люблю эту тему оформления. Я всегда ее использовал. Но тут одно но. Адепты Windows XP, которые любили эту операционную систему гадания, знают каждый уголок этой системы. Каждый значочек. Каждую тень под окошком. Обратите внимание, что эти мудаки сделали. Они сюда засунули значок от восьмерки десятки. На кнопочку старт. На самое святое. Понимаете? За это ему же нужно сделать хапмархамдурдун. То есть взять большой топор и отрезать коки. Кто меня понял, тот меня понял. Выходим с этой темы. Мы видим, что есть еще тема Energy Blue. Она же тема Royale. Из Windows Multimedia Edition. И тут также она изувечена вот этим вот ужасным значком, который в принципе здесь даже нормальный не отображается. Видно его топорным способом сюда засунули. Так, Windows Classic. И здесь его засунули. Но здесь он хотя бы что-то более-менее смотрится. Ну и сама тема Windows 10. Набор программ. GoM Player. Skype с коробочки идет. Какие-то непонятные ресурсы. Я даже понятен не имею, что это такое. Какая-то игра. Господи, какая-то зума что ли. Да, да, да. Наверное, нужно больше по шарикам нажимать, да? О, крестики-нолики. Так. Так, уже интересно. О, круто, да? Видите, я супер игрок. О. О, господи, во что я вообще играю, да? Такое ощущение, что я больная на голову домохозяйка просто. В такое только домохозяйки играет. Я уважаю домохозяек. Короче, ладно, а? Да, надо валить отсюда. Так, меню. Ужас. Это наркоманская, больная какая-то игрушка. Так, визит веб-сайт. Что за веб-сайт? Запускается у нас кишечок восьмой, если не ошибаюсь. И запускает какой-то тут сайтик ихний. Ну, это понятно. Здесь аналогичная какая-то игрушка. Виторин с коробки, хром с коробки, тоже какая-то игра, игрушка, игрушечка, ультра-СО, генерар здесь вижу, и здесь есть кимпакт. То есть, при желании его можно удалить. Удалить, скорее всего, он тему оформления. Было бы неплохо, чтобы он еще при этом удалил и все это дело с самой кнопочки пуска. И шачок нам говорит, что у него проблемы с безопасностью. И мы, наверное, закроем данную штуку. Мы видим саму эту фирму. Они, наверное, уже так раскрутили, что, скорее всего, скоро выкупят компанию Microsoft. Мы видим, что тема-то окон. Сама здесь от восьмерки. Все полностью от восьмерки. Ключонки вообще десятка. В принципе, опозревать здесь больше нечем. Мы видим просто дико изувеченную Windows XP. Тема оформления от Windows 8 года 2012. И просто люди взяли, перебили копирайт какой-то старой говно-сборки. И назвали ее Windows 10 for 2017, типа. Релиз 2017 года. На этом все. Всем пока. Всем, ну, у меня ночь. Всем прекрасного утра, можно так сказать.